господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешен номер 304 события дня притча соломона 16 7 когда господу угодны пути человека он и врагов его примеряет с ним за 11 октября 2016 года за вторник посвящается всем ушедшим из православной церкви вот этот ролик михаил кальмаев говорит я православный создал ролик сирахов 42 14 лучше злой мужчина нежели ласковая женщина которая стыдит до поношения вот такое создание лучше на кровле где-то жить на углу прилепиться нежели со злой пространном доме количество разводов катастрофическая фактически семей уже почти нету и главная вина главное падает на женщину доказательство тамоника святая мать блаженного августина какой был муж и как она умела его удержать и наконец он обратился подруги выходят с фонарями после получки она веселая радостно а мужик буйный как лаской вспомните судьба человека александрича шолохова ирина какая у него была андрей соколов говорит два раз приду говорит улица для меня говорит узкая она утром еще как кого обиходит да я глаза смотреть и боюсь да чтобы я еще раз да так да а это знаю таких я шалав слова шалава не надо пояснять шолохов употребляет его здесь это не христианское слово ну тогда литературу не считать не христианская вот пишет мне один человек георгий гоморрели кажется священник в одеянии таком грузия вчера мир вам глубоко уважаемый божий человек игнатий четыре крестика я не знаю что они означают символ какой-то я в силу моих ограничений не в состоянии охватить глубину и необъятность силы вашего мышления и знаний библии и святых отцов я периодами и счастями прослушиваю ваши колоссальные труды вашего ума сердца благодарю бога за то что господь дал вас христианскому православию этому миру и нашей эпохи такого человека как вы среди тех которые поносят бывают такие люди которые давно уже пользуются нашими ресурсами священников много вчера только показали на такой-то минуте максим каскун говорит и говорит о вас там страшно бы конах он говорит а вы игнать и на ресурсах тихон еще лапкина найдите в другом месте опять его спрашивает он говорит а он для меня я для него как внук через него как отец геннадий фаса обратился а я через геннадий фаса действительно получается внук у максим каскун вот понимаете как в жизни все это устроено а можно ли без гонителей без этих как сказать можно вот а награда за это на небе было бунт вот так спросить третью часть ангелов не изверг с неба сатана а что недовольство богом я сяду там вот и он мешает бог ему сонми богов на севере третье счастье что он мог говорить против бога и верили ему верили когда говорил сектант секта 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 но свой дворкин на небе был и шип всех натравил и превратились и говорит домовых как считают в разных под разными видами демоны действуют святые все это описывали укрепи вас господь глубоко уважаемый брат игнатий в вере надежды и безусловной любви на вашем чрезвычайно сложным огромном противодействии тернистом пути вот каждое слово на месте стоит вот я в храме покровском раньше стоял маленько возвышение как заходишь и этот порожек сам не сам порога около порога вот сколько то такое как возвышение а дальше там сантиметров 10 уже непосредственно пол так я вот это возвышение всегда стоял у кассы вся холодная теплая и вот тут самое опасное для здоровья колодец колодец долго может с руб стоять но момент где вода соединяется с воздухом быстрее всего портится вот это чрезвычайность я все время стою на верхотуре с сектантами с православными там с мусульманами с коммунистами с язычниками вот это вот общение и никого ни на кого не натравить и в то же время показать что еретик или отверженность сектант но как вот так показать чтобы человек нашел христа и понял ничего нет святее православной вере православной и все подкапают под патриарха кирилла да он неправильно был избран неправильно не доверили жеребию ну ну все что говорите ничего не отрицает ничего не знаете зачем говорить шибут еще играет между собой вот они опять он несколько раз писал правда в силу наших ограничений многие вас понятным состоянием сила ограничения не хватает у него не терпение ни разума но все что вы делаете это так необходимо всем людям и даже хочется сказать что это творит господь но не выдох именно так и есть а при чем тут я у меня нет духовного образования никакого я все достигал самостоятельно вот ну если я так вот сказать составляет анкету вот кто у вас самый уважаемый писатель это дочери карла маркса писали ему и фридрих ангельс отвечал кто самый неуважаемый самые самые презрительные для вас кого вы больше всего отторгаете сказать ненавидите фридрих ангельс ответил чарльза спержена а это король проповедников считался в англии почему потому что у того огромная толпа этого никого не было фабрикант выкормил говорит себе беду карла маркса всю жизнь его поддерживал а он со служанкой баловался там дети одновременно от жены от служанки были вождь мирового пролетариата но и вот если задавать вопросы вот так кто самый-самый это я задаю вопрос самый ну такой вам любому кто слушает сейчас писатель поэт вот в россии сейчас поэт из всех поэтов кто самый пушкин а вообще пушкину назовите вот и осев бродский его разбирает по частям там ничего и нету нету юбошник задира человек невоздержный жалкий хвостунишка и что он принес где кого обратил его кто-то считает употребляет все время нет самый умный поэт был это иван андреевич крылов я вчера заново все о нем пересчитал может что-то упустил вот его даже царица пригласила к себе пенсион его увеличила вот в жизни только два человека такие которые при жизни такое почтение имели он на балконе стояла москва и окрестно проходили перед ним шесть часов и у викторий югов во франции больше ни у кого этого не было это самый умный человек был его главное образование то и у него фактически то никакого не было все самостоятельно достигал и достигали такого состояния что советовались там и друзья какие были у него самостоятельно еще начал это говорить я всю жизнь учился самостоятельно где бы не был вот бог дает желание и надо отсюда брать а сидеть отвечать по какой-то теме где-то но там не все преподадут тебе так смотри чтобы она не скинула тебе наверное согласно силы возможности каждого индивидуально мы как-то сможем хотя бы фрагментальной частями проникаться и понимать то что через вас несет дает открывает всем нам господь мы не все и не брат игнатий я счастлив что есть такие прекрасные титанические богословского труда дай бог вам сил здоровья мудрости чистого сердца чтобы богу угодно служить было угодно служить богу и через ваши чрезвычайно полезные труды и богу и людям грешные георгии гамарелли грузия тбилиси потом еще дописал и везде по три крестика укрепи вас господь благословенный божий человек игнатий спаси бог слава богу за все и за скорбь и за радость вчера заходит новый человек звонит по телефону одну больше двух минут вредно разговаривать по телефону вредно но я хотел поговорить о то другое там у меня важные вопросы ладно заходи вчера я принял побеседовали будет ролик виктор загриддинов бородой такой приятный вид меня зовут виктор загриддинов ищу истину где настоящее православие для выработки новой идеологии мировоззрения объединяющий всех основа фундамент должен быть православие все хвалят свои болота современная русская православная церковь ведическое православие старообрядцы и проще а нужно найти истину пришла пора ра выделено почему-то время прекрасно видите что творится в стране мире народ надо срочно пробуждать объединять на истинном фундаменте вот мы побеседовали с ним поговорили хороший ролик получился вот через неделю он будет и в конце у него уже мысли пошли другие он сказал тут теперь вопросом библии совсем не верит не знает совершенно считает порчена она то есть у кого левашова там слушал других это бредня сгорели они никого нету они все в печи давно уже сгорели петров был такой генерал если вы касаетесь недостигаемого для человека господь вступится за слово свое дальше прочитал такое чтобы не завидовали оказывается нужно быть бедным больным и бездарным а в остальных всех случаях вы не защищены от гадости и зависти подлости подстав и сплетний вот и все почему нападают особенно женщины безрассудные особенно женщины которые не целомудренно жили и мужчины у них мозги совершенно неправильные блудом проеденные да еще если курит кто-то ну какое у него решение ничего не скорбел не знает в своем горшке сидит пишет роман петрович игнатий тихонович смотрю ваше видео на ютубе ваш канал очень интересно смотреть вы интересный человек который знает слово божье но закалка старая видна в вас очень строго говорите и поступаете с людьми спасибо вам за ваш труд который вы делаете то есть это разные люди совершенно разные из разных стран кто-то что-то принимает но и попутно сказать вот ресурсы наши сейчас вот я покажу вот это мой мир самая из таких как контакте одноклассники twitter и facebook и все вместе они не стоят одного вот это мой мир mail.ru вот теперь они его сами так укоротили вот я все перетаскиваю с ютуба сюда видите все здесь приехали в барнаул уже здесь вот только сегодня это все перетащил вот он наш балкон вот все где и вот я приехал сюда в пятницу в пятницу тут ничего уже нету а вот суббота воскресенье поработала за вчера закончил закончил после обеда 780 роликов привезли за четыре месяца и плюс в это время добрый человек тут трудился выставлял жития это еще 200 с лишним роликов я посмотрел ровно тысячу роликов и тысячу роликов я перенес по милости божия вот этой правой рукой и на каждый ролик нужно двенадцать переключений двенадцать тысяч переключений но практически за три дня за 3 дня двенадцать тысяч переключений я люблю математику рука не имела и все время почему надо люди почему-то на youtube не могут некоторые заходить или планшеты не звали как я их не знаю и кроме того у нас есть православный форум заходите сюда 1592 темы 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 разные и вот это видео канал так называется православный видеоканал открытым оком во свете библии вот гимн сайту во свете библии владимир мочалин составил тому профессиональный певец поет и я все время спрашиваю где-нибудь есть еще чтобы гимн посвящали сайту вот у нас тут что 4 миллиона шестьдесят семь тысяч семьсот четыре миллиона просмотров подписчиков пять тысяч занесли в сми и вот сегодня утром я пораньше встаю ложусь пораньше пораньше встаю вот собрание видимо долго ждали 61 просмотр за час назад каждую минуту новый человек подходит а часть богослужений тут это меньше на это уезжая барнаул 50 человек а вот уже события дня другие вот уже больше вчера поставил про пьяные якобы от ребрики 1 1392 тысячи за день пришло но это мало ну то есть для андрея кураева мало а у нас даже отрубим капусту 50 приехали барнаул 58 показать все-таки клиенты есть слушают и самый большой ресурс у нас это конечно сайт во свете библии вот здесь все мои книги спрашивают книги сначала ознакомьтесь чтобы не разочароваться вот здесь все книги 38 бумажном варианте и кажется 7 книг дополнительно в интернетной версии 752 страницы каждая книга 4 по 800 4 книги моих стихов по 800 страниц и издать невозможно такие огромные цены за полтора миллиона почти завалили 1000 экземпляров 4 тома издать так я не могу издать их и так они мне лежат но и события дня а события вот вчера закончил я перенос с youtube а это вообще благословение господне новые люди вы даже просто открою здесь вот посмотрите вот кто приходил гости мои вот я посмотреть открываю посмотрите-ка какие люди вот их видать кто паржи ну вот это вот говорит а мне очень-очень знакомый он по лицу но и может похожий только вот и знакомый сегодня начинается занятие у нас среду в пятницу по москве это будет 5 3 8 нет наоборот надо отнимать 5 2 14 часов вот кто у нас посещал посещение таких людей пускать себя показать вот образец вот александр видите как лицо должно быть открыто видны глаза роман тоже должно быть видно как-то не в сторону смотреть если верующие советую всем что были в платках вот она в платочке надежда честно это все без платков христиане по христианке должны быть в платках вот он такой сергей рязанцев прямо значит а рот не закрыл просто показать видите ну вот что написал какая рожа здесь владимир ну за счет такой владимир есть или вот куда смотрит не поймешь че гевары да гевары нет никакого которые темные очки тоже не принимаю я в друзьях таких не принимаю вот александр и парнишка хорошо даже в очках светлые глаза видно чтобы глаза были видны вчера у нас пришел приезжал игорь барабаш погода такая гречка вся остается видимо в зиму погоды нету последний день никита там не пас горит снегом покрыта земля но сегодня он пасти там будет никаких особых приключений не было потому что целый день торчал не вылазил из интернета благодарю всех которые стараются помочь поддержать потому как у нас были там гонения нынче от распотребнадзора все мы прошли это и дальше пока неизвестно стараясь найти сейчас судью которая судила отблагодарить ее и не подарить не знаю удастся или не тоже услышите помолитесь все на этом богу нашему слава вот гликерия у меня сегодня здесь а ну-ка подойди сюда иди сюда ко мне подойди гликерия иди сюда давай-ка мы покажем какая у нас гликерия вот она где смотри вот она кошечка поиграть и вот они какие до его маленькие так пальчиками шевели вот она какая ой лишь они два маленьких с утра пораньше а время у нас сейчас 5 часов 46 минут по местам уже помолились сделали запись вот она как ее принесли бабе надя они вчера гуляют вместе она резвая убегает везде и ее на веревочке с верёвочкой так и ходят ай вот он какая ишь как она глини какая как она играет как она любит играть ой как она любит играть буско 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 ой будешь играть с ней она не больно она не больно кусается ой как она старается ой как она а вот смотри как я себя гляди гляди как она она думает мышонок здесь гляди гляди ой я потом шевелю пальчиком гляди так сейчас кусать начнет думает что мышка там вот какая она гляди а я кусила это очень ловливые кошки у меня породистые для мыши вы и через одеяло прокалывает понимаешь нет я-то поэтому тут покрывал и второе через два а зубами гляди ай то есть от нее ни одна мышка не уйдет вот так вы все поиграли вот она ищет ищет мышей ловит